Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Срочном управлении. Ну и застройка должна соответствовать всем нормам и требованиям. Градостроительным, строительным, санитарным, пожарным. Единственное обстоятельство, которое требуется защитить в суде, это разрешение на саму постройку. В случае наличия и соответствия всех этих требований суд может вынести решение о признании права собственности за застройщиком на незаконную постройку. Михаил, еще вот такой вопрос интересует зрителей нашего канала. Каковы последствия подачи заявления в суд на налоговую инспекцию? Налоговый кодекс Российской Федерации предоставляет право гражданам обжаловать решение налоговых органов. Поэтому каждый гражданин, не согласный с актом, вынесенным налоговым инспектором, может обжаловать его в суде. Налоговый кодекс обязует заявителя обратиться в суд после того, когда будет урегулирована досудебная процедура. Таким образом, жалоба должна быть подана в вышестоящий налоговый орган. В случае, если же вы не получите ожидаемого решения, так же с жалобой, либо с апелляционной жалобой обращаетесь в суд. В суд вы можете предоставить дополнительные факты, документы, подтверждающие вашу правоту, и уже в судебном порядке доказать свое право. Есть большой перечень актов, которые могут быть оспорены, и практика показывает, что граждане успешно этим пользуются. Михаил Ильич, вот такой вопрос интересует наших телезрителей. Может ли быть оспорена сделка в деле о банкротстве по общим основаниям? Я сталкивался не раз с мнением обывателей о том, что все сделки за три года в рамках процедуры будут оспорены. Речь идет о процедуре банкротства физического лица. Но это неверное толкование закона, и в большинстве случаев люди заблуждаются, опасаясь самой процедуры банкротства. Действительно, в законе о несостоятельности и банкротстве предусмотрена процедура оспаривания сомнительных сделок. Но там же введен четкий перечень сомнительных сделок и дано определение. Михаил, вы можете привести пример такой сделки, которая может быть потом получить критерий сомнительное? К сомнительной сделке можно привести сделку, по которой вы уменьшили стоимость имущества. К примеру, автомобиль. Вы продали автомобиль, в нем указали стоимость значительно ниже рыночной. Такая сделка будет заведомо сомнительной, пересмотрена в рамках арбитражного. На суда суд примет решение об ее отмене, имущество будет изъято у покупателя и уже финансовым управляющим реализовано через конкурс. Средства, полученные от реализации сделки, будут перераспределены между кредиторами. Таким образом, будет погашена задолженность должника. Я думаю, что у наших телезрителей сейчас возникнет аналогичный вопрос. Привлекаются эксперты для того, чтобы сделать оценку этой сделки? Например, автомобиль в нормальном состоянии может стоить определенную сумму денег, а если он совсем неисправен, то он стоит, конечно, в разы дешевле. В данном случае экспертом является финансовый управляющий, который привлекается к процедуре банкротства, и он изучает финансовую ситуацию. У нас уже активно работают с Авито, работают с сайтом drom.ru, где аналогичные автомобили все приведены в одну ценовую политику и уже на основании рыночной оценки. Средние рыночные цены. Да, финансовый управляющий делает заключение, а суд уже на основании его финансового анализа принимает решение. Во избежание признания сделки сомнительной следует оформлять договор письменно и надлежащим образом указывать стоимость. Необходимо, чтобы стоимость соответствовала рыночной. В суде этого договора будет достаточно. Суд не будет выяснять, куда были направлены впоследствии денежные средства. Для него нужно будет выяснить, является ли сделка сомнительной, либо она законная. Ну и следующая тема, мы уже обсуждали ее в эфире, но тем не менее нюансов много, поэтому вопросы остаются. И вот в частности наши телезрители сейчас интересуются таким вопросом. Как оспорить наследство? Вступление в наследство происходит либо на основании закона, либо по завещанию. Скорее всего, вопрос относится к завещанию. Ситуация с оспариванием завещания очень сложная. В редких случаях заявители получают в свою пользу решение. Есть несколько оснований для оспаривания. Основанием для отмены завещания может быть состояние здоровья завещателя. Первое. Если завещатель на момент подписания завещания находился в состоянии психического расстройства, что подтверждено документально. Либо человек принимал сильнодействующие препараты. Ну и третий пункт, который очевиден, если человек зло подопреплял алкоголем или одновременно состоял на учете психо-наркодиспансерии. Для подачи заявления необходимо надлежащим образом оформить документальные доказательства. В противном случае ваши требования по данным обстоятельствам не будут удовлетворены, и суд их воспримет как домыслы. Также для отмены завещания является нарушение во время его составления. Еще одна группа для отмены завещания является нарушение процессуальных действий во время его оформления. Первым обстоятельством является присутствие лица, в пользу которого составлено заявление во время самого составления заявления. То есть это категорически запрещено? Совершенно верно. Это не может быть. Также завещание не может быть составлено через представителя. По доверенности составить завещание. Это невозможно. И если завещание нотариально не удостоверено, данным завещанием тоже не считается. Документом не считается. Совершенно верно. Еще одно обстоятельство, которое может послужить основанием для подачи. Если суд посчитает, что лицо, завещатель, на момент составления завещателя было введено в заблуждение в отношении лица, на которое составлено завещание. Тоже приведу пример. Часто бывают случаи, когда люди пожилые, не находят взаимопонимания между родственниками и составляют завещание на третье лицо. Вдруг так происходит. Вот. Ситуации достаточно сложные в доказывании, но такие случаи бывают, что в суде родственники доказывают, лицо, в интересах которого составлено завещание, злоупотребило и ввело в заблуждение завещателя. Еще один момент здесь хочу добавить, что с начала текущего года бланки, на которых будет оформляться завещание, будут удостоверяться и будет вноситься QR-код. Сканируя который через приложение, вы получаете доступ в единую базу. Всегда сможете удостовериться, действует ли это завещание, либо отменено. И вам будут предоставлены данные. Вы всегда сможете удостовериться о его законности. Михаил, ну еще вот такой вопрос поступил от наших телезрителей. Он совершенно бытовой. Если произошел скандал, например, между соседями, а может быть даже и между родственниками. Есть ли возможность потом это доказать? Факт оскорбления и вообще существует ли в правоприменительной практике, например, наказание за такое действие? Ну вы озвучили вопрос к недавнему нашему опыту. Обратилась барышня, они вступили в конфликт с соседкой. Все это было на повышенных тонах и в результате это закончилось административным судом. Что необходимо сделать? Ну, во-первых, не вступать в конфликт, это такой добрый совет каждого юриста. Если конфликт произошел и вы намерены человека поставить на место, то вам нужно иметь доказательства. Доказательствами могут наслужить либо аудио и видеозапись, либо свидетельские показания. Желательно, чтобы свидетелями были лица не заинтересованы. С этими доказательствами вы обращаетесь в полицию, по месту жительства. Участковый опрашивает всех участников эпизода и дальше материалы поступают в прокуратуру. Прокуратура при наличии состава административного правонарушения уже обращается с заявлением в мировой суд. Мировой суд оперативно рассматривает подобные заявления и выносит постановление. Либо он наказание, либо отменяет за отсутствие состава правонарушения. Возмещение вот здесь какого-то морального ущеба подразумевается, либо это просто наказание человеку за то, что он повел себя вопреки всем правилам, установленным в обществе? Конечно же, все присутствует. Во-первых, в рамках административного производства на виновника накладывается штраф. Но уже в рамках следующего и последующего гражданского иска потерпевший может обратить взыскание с целью возмещения морального ущерба. Также ущерба здоровью в случае, если человек действительно понес, заболел, поднялось давление, вызвал скорую, потратился на медикаменты. Это тоже можно предоставить к компенсации. Михаил, большое вам спасибо сегодня за столь подробные, интересные ответы, ну и, конечно, полезные советы для наших телезрителей. Спасибо и до встречи. До свидания. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Законные основания». Если у вас остались вопросы или появились новые, звоните нам в редакцию по номеру телефона 298 800 в одном из следующих эфиров. Мы обязательно озвучим ответ именно на вашу проблему, на ваш вопрос. До встречи. Спонсор программы «Юридическое бюро» «Антоневич и партнеры». Субтитры подогнал «Симон»